Жизнь по ту сторону забора. На одной из улиц Юго-Востока 12 лет назад огородили земельный участок. Строительство там так и не началось. Зато территорию приспособили в качестве складирования хлама и различной техники. Со стороны главной дороги антисанитарию скрывает забор. Но взор у жителей с другой стороны открывается неприглядная картина. Подробнее Ирина Вобещевич. Виктория Аносова переехала в 45-й дом на улице Волочаевской примерно полгода назад. Считает этот район вполне благополучным. Но после таяния снега обнажились множественные проблемы. За моей спиной находится стройка. То есть непонятно, что это вообще стройка или какой-то склад. Дальше у нас находится мечеть. Как вы видите, очень много мусора у нас вокруг стройки. Стройка незавершенная. Вокруг бардак, забор сломанный. В сторону мечети на остановку пройти вообще невозможно. Только грязь. Пройдет дождь. Здесь огромные лужи. Ездят машины. Огромная техника. И хозяев данной стройки, к сожалению, мы найти не можем, чтобы как-то решить этот вопрос. Девушка начала действовать решительно. Она пыталась выяснить, кто является собственником этой стройки. Но тщетно. Паспорта благоустройства здесь нет. По свидетельству старожил, огородили место, вырубив все деревья еще 12 лет назад. Теперь тут просто склад железяк и техники. Антисанитария повсюду, так как прилегающую к забору территорию никто не убирает. У нас есть КСК, которые убирают во дворе, но, соответственно, за территорией двора никто убирать не будет. То есть вся эта грязь, вот именно вот эта, это принадлежит данной стройке. В центре города у нас находится, можно сказать, склад, на который наши власти закрыли глаза. В любом случае здесь все проезжают, это видно. Здесь около мусорки крысы, вороны, вот какие здоровые летают. То есть полная антисанитария. С детьми некуда. С детьми абсолютно некуда пойти гулять. Даже в тот же самый парк около мечети пройти невозможно. Потому что грязь, мусор, на стройке собаки постоянно гавкают. Вся прилегающая территория – это сплошные ямы и колдобины. Сейчас, правда, грязь подсохла, и люди могут добираться до остановки привычным путем. До этого вынуждены были ходить дворами на другую остановку. Забор поставили, приходится обходить по грязи. Была тропинка хорошая на остановку. Для того, чтобы сейчас пройти на остановку, приходится обходить. Это ладно. Все бы ничего, если бы предусмотрена была тропинка для пешеходов. Но опять же, здесь туда заезжают самосвалы. Они все раскатали в дребезги. Вот. Ну, невозможно. Просто невозможно. Это, я не знаю, это бесхозяйственность полнейшая. То, что здесь росли какие-то деревца, все это уничтожено. Ну, слов моих нет. Грязь, да. Крысятник. Крысы здесь вообще. Не было вот этой стройки. Была мусорка здесь, ну, сколько она существует, это уже очень много лет. Пока не было стройки, не было крыс. Сейчас пошли крысы. Люди говорят, что это место с глухим забором – ширма, прикрывающая от глаз властей не только все, что творится внутри огороженной территории, но и дальше. Дворы здесь пришли в запустение. Детям негде играть. Нет тут и дорог. Вот это мусорка платим, да, что мы платим? Постоянно мусорка. Баки постоянно ужасно, ужасно. Воню вот эта идет. Вот эти вот лужи, вот эти вот все это воню. Смотрите, летом квакают лягушки у нас. И вон там болото вот, за этой, тоже квакают лягушки. Вы не смейтесь, здесь камыши растут летом. За разъяснением ситуации мы обратились в отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды. Выяснилось, что участок в аренде, и пока ее срок не истек. Срок окончания аренды земельного участка до 2019 года. Площадь 7546 квадратных метров. Целевое назначение земельного участка. Строительство многоэтажных жилых домов. Это вся информация, которую удалось получить в отделе. Что касается содержания прилегающей территории, пояснили в районном окемате, то на собственника уже был составлен административный протокол за ненадлежащее содержание прилегающей территории. Но действие это не возымело. По данному факту в рамках мобильной группы организован выезд на данный участок для определения собственника, для установления самого факта нарушения. То есть по итогам работы мобильной группы процессуальное решение будет принято сотрудниками местной полиции по составлению административного протокола в части по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях.